Субтитры создавал DimaTorzok Катя, иди завтракать. Мам, некогда. Мне уже Руслан предупредилась. Я хоть раз опоздаю, он меня уволит. А что твою корзинку закрыли? Закрыли. За долги. Директор так сказал. Ой. Все. Да. Спасибо. Хвал закрылся. Ой. Ой, ну и сапоги у тебя. Как зимно-то проходишь. Ой, господи. Мама, ну что делать-то? Ну, дохожу как-нибудь. Может, он книги отцовы продать. Да ты что? Мамочка! Ой! Я такая же красивая, как и ты? Да. На. Все, мамуль, давай. Да. Пойдем красоту смывать. Сезонная распродажа обуви, скидочки 50-70%. Сезонная распродажа обуви, скидочки, девушка, скидочки 50-70%. Сезонная распродажа обуви, скидочки 50-70%. Сезонная распродажа обуви, скидочка 50-70. Сезонная распродажа обуви, скидочки 40-70. ЗАЧЕМ СИДИШЬ? ПОЧМУ НЕ РАПОТАЕШЬ? Руслан Ахадыч, так ведь нет никого. Как с хозяином разговаривает женщина? А ну встань! Вот так пальцем щелкаю, на улице будешь. ПОЧМУ НЕ РАПОТАЕШЬ? А ВАЗ КОВАЙ ВОДИШЬ? ТОФЛИ КОПАЛЯ? Что-то хоть не надо. Здарова, Руслан. Зачем магазин пришел? Как зачем? За товар. Есть что, нет? Сейчас. Куда прешь-то? Слушай, я бы на помещение. А води через одни проход. Давай быстрее. ПОЧМУ НЕ РАПОТАЕШЬ. С check-in. СVАЛИСКИ ACTUAL ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Что смотришь? Ещё раз в магазин перейдёшь, без дули ходит, переваляться будешь, не дам. Да ладно, прости. Подыхать будешь, не дам. Ломает уже, давай быстрее. Здесь спросят, зачем магазин переходил, что скажешь? Что скажешь? За хлебом ходили, что скажешь? Скажи ещё, чекотный плов приходил кушать к Руслану. Кто поверит? Скажи, работу искал. Героин, давай-ка, Героин. Скажи! Скажи, вот. Скажи! Ой, тетя Надь, сказали бы мне, я бы вам все занесла. Мне ж подняться-то нетрудно. Катюш, мне врачи сказали, чтобы я больше хотела. А то кровь по ногам плохо течет, циркуляция. Ой, хоть бы не отрезали ноги. Чернявы-то к тебе не пристает. Вот был бы жив отец. Образование бы получила и не торчало бы здесь. А куда денешься? Дочь? И что говорить-то? Сама себе мужа выбрала, сама и расхлебываешь. И то, молодая совсем была. Тетя Надь, с вас 34 рубля 30 копеек. Катюш, возьми сама, глаза чуть ничего не видят. Андрюха твой ничего не скажешь. Красавец был. Правда, дурь сгубила. Остальное ваше. Чего ты мало с меня взяла-то? Ничего не обеднеет. А в воскресенье в церковь пойдешь? Батюшка спрашивала. Чего ты Катя давно? Не видать. Ну, дочка у меня болела. Передайте, что зайду. Ага. Ладно. Хорошо. Спасибо, Катюша. Что ты приедешь? О, господи! Чего? Овца-то Древенск. В приличных заведениях спрашивают, что вам угодно. Что вам угодно? Руслан, у себя? У себя. Руслан Ахадыч, к вам пришли! Секундочку. Сюда нельзя. В этом городе мне можно всё и везде. Вы что делаете-то, а? Пусть от меня! Пусть от меня! Чёрт! Да, Барик, слушаю. Буду через два часа. Что случилось, дорогой? Подоставил тут Мешков! Деньги приготовил? Конечно, приготовил. Пойдём в кабинет. Пойдём в кабинет. Ахадыч. Пойдём в кабинет. Ахадыч. Какие? Мало. Сколько продал, столько есть Тем не ж, Руслан Ты раньше больше сдавал Раньше я один работал А теперь вы Один точка у дискотека открыли Второй точка на базар открыли Конкуренция А ты новую клиентуру Вы сам ищи Сейчас не понимаю К тебе молодые люди заходят? Да Вот и предлагаю Первую дозу даешь бесплатно Мы ее списываем А вот когда они подсядут Понял А что это у тебя за отца деревенская? Первый раз вижу Новый, три дня работает А как зовут? Катя зовут Катя Катя Катерина Клевый, девка Это что, крылья? Крыса, что ли? Какой крыса? Это У меня этот Пищик есть Кошка Крыса нет Пищик, говоришь Ну, ну Вот, вот Пищик Пищик, пищик, пищик Ушел Я говорю, пищик 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 У нас такой сколько остался? Два ящика Хорошо Когда чай будешь пить Любой конфетка возьми Катенька А сколько стоит Этот шоколад? Тридцать рублей Но ведь ты даже не посмотрела, какой я выбрал У нас любой по тридцать Ну вот и продай мне Любой Работай, работай Я сам продам Что хочешь, Филя? Для тебя я не Филя, а Федор Иванович Иди лучше в подсобке порядок наведи С вас тридцать рублей Пожалуйста Получите А шоколадку вам У меня сдачи нет А мне сдачи и не надо Знаете что, Федор Иванович, кажется, да? Мне хозяин не разрешает Вообще-то меня Федя зовут Федя Фильчиков Слушай, Катя А давай сегодня вечерком рванем в ресторан Я приглашаю Знаете, Федя Я сегодня не могу Почему? А потому что сегодня я иду домой Хорошо Овца деревенская Ничего Мне в этом городе еще никто не отказывает Девушка, ну, не закрепляйся Да, не закрепляйся Так, время еще принято Извините Бежитая ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Что случилось? Колька Прохова, представляешь ли, двадцатый помер. Какой-то дурью травился. Так жалко. Такой молодой. Передашь в него. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Что случилось? А? На работе, что-то? Это нет, на работе всё нормально. Коля Прохоров умер от передозировки. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА О, господи. И его бог прибрал. Мам, ты опять выйдешь замуж? Что? Мама, это ты её, что ли? Вон, Стёпа Серёгин. Со школы по тебе сохнет. А он уже высохлась. А что? Следователь, старший лейтенант. Ну, мама, он скучный. О, конечно. Весёлый муж у тебя уже был. До самой могилы всё веселился. С наркотой своей. Мама, может, хватит, а? Да вот ты теперь, давай, с ребёнком. Кать, ну поешь хотя бы, а? Ну, я тебя прошу, ведь язву наживёшь, как отец. Тому тоже всё некогда было. Всё работа-работа. Вот и надорвался. А Серёгин ничего, на лётчика похож. Ой. Ой. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Здравствуйте, батюшка Здравствуй, Катерина Давно тебя в храме, видно, не было Дочка у меня болела Как сейчас ее здоровье? Поправилась Ну, слава Богу Батюшка, вы помните, как мой муж умер? Прискорбна, Катерина Господь карает нас За грехи наши Я сегодня увидела в одном месте Как наркотики продают Вот не знаю, что мне делать, боюсь Ты поступай по совести, Катерина Трусость есть великий грех Господь поможет вкрепить твою душу Спасибо, батюшка Пойду я Иди с Богом Этот глухонемой, значит, наклонился И начинает дергать меня за штанину Я главное дело обалдел Он дергает и дергает И гу-гу-гу-гу-гу Ну, что дальше-то? И гу-гу А дальше я чую Как по моей ноге Мой бумажник ползет И я его, естественно, хватит Кого? Бумажник или глухонемого? Ну, конечно же, бумажник А потом этого глухого А он, знаешь, он мне по зубам как дац и убег Гражданка, вы к кому? Здравствуйте Здравствуйте К Степану Черёгину По какому вопросу? По очень важному и срочному Третья дверь направо Спасибо Ну, ты смотри Ну, что делать будем, начальник? А что делать? Кошелек цел? Цел Ну, значит, состава преступления нет Иди домой Во порядке, а! Дали по зубам и главное дело Никакого преступления А я не пойду Буду стоять Все, Степ, я все прочла, все правильно Тогда внизу напиши С моих слов записано верно И распишись Здесь? Угу Катя, как ты его фамилию узнала? Он паспорт показывал Нет, он сказал, что его зовут Федор Фильчиков И про наркотики я сразу все поняла Степан, вы их арестуете? Катя, мы давно знаем Чем занимаются братья Фильчикова И старший Стас и Фил Но нет Убедительных лик Никак не можем формать их за руку Но мы их поймаем И вот тогда понадобятся твои показания Вот тогда мы вызовем тебя на суд свидетеля Как живешь, Катя? Как мама? Как дочка? Хорошо Мама все про тебя спрашивает Ждет, когда зайдешь навестить Зайду Ну, понимаешь, дело по морлу Так зайду Хорошо Степ, мне так страшно Но я боюсь, если вы их не поймаете Катя, мы их схватим Ладно, я пойду, Степан Пока Пока Товарищ майор Можно к вам? Срочное дело Ты вот что, старший лейтенант Поставь-ка пока эту бумагу мне Ты прав, дело тут серьезное Совсем распоясались Наркобарона недоделанная Товарищ майор, ну может нагрянуть к Фильчикову прямо сейчас? Ну наверняка найдем что-то интересное Не пари горячку, Серегин Накрянем Сейчас Тут все надо обдумать Свободен Это я Надо встретиться Нет, прямо сейчас Дежурный Где моя машина? Товарищ майор, вы же сами приказали резину сменить Ее в шиномонтаж угнали Вечером обещали пригнать Вечером? Черт-те что Мне сейчас надо ехать, срочно Я забираю патрульную машину А как же патруль? Товарищ майор Я забираю патрульную машину 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 Не захотел овца деревенского по-хорошему, значит будет по-плохому. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ты чего, Михаил Михайлович, к крышу поехала? Не понял. Да выключите эту фигню. Ух. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Сейчас поймешь, там объяснят. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Дурак ты, майор! Не понимаю, Станислав Иванович, а в чем дело? Ты бы на хвосте своей канарейки еще автобус с ОМОНовицами сюда приволок бы. Дурак – это надолго. Станислав Иванович, другой машины не было, а тут такое дело, мне вам срочно доложить надо. Пошли. Доложишь. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА – Боря. – А? – Филю позови. – Хорошо. – Кто это еще видел? – Следователь. – Фамилия. – Серегин. Степан Серегин, но он зеленый еще совсем. – Зарегистрировал? – Нет. Он с этим сразу ко мне побежал. А я… Ты дурак! Тебе получили самую легкую работу. Ты ее завалил. Девка в магазине тебя чуть не засыпала! – Да не успел я еще ее завалить. Я сегодня ночью собирался. Позвольте, Станислав Иванович, разобраться с этой девкой мне. – Да нет уж, Боря. Только на пакость, вот пускай сам и подчищает. – Только никакой мокрухи на моей территории. Я думаю, ее достаточно хорошенько припугнуть. Здесь, думаю, только я. Понятно? Боря, премию. Выдай ему. Боря, премию. Благодарю. Ну, мне пора. Всего вам доброго. Зря записываешь. Не учи ученого. Они все у меня здесь. На крючке. Боря, значит, сейчас едешь к Руслану. Забираешь товар. Дело там заканчиваем. Точка паленая. Скажи так ему, чтоб держал язык за зубами, иначе потеряет их. Ты черт расселся здесь, а? Чего расселся? Ну-ка давай к этой девке сейчас же. Иди быстрее к девке. И сделай так, чтоб она про тебя забыла, и про то, что в магазине слышала. И без мокрухи. Мент прав. Не нужно нам здесь шума лишнего. Да, кстати, машину мою возьми. У меня своя есть. Вот человек тебе дело говорит. У него шестерка неприметная. Твою машину весь город знает. Пошу. Иди. Только на педаль газ зимы-то не жми. Движок форсированный. Боря, а? Ты чего расселся? Иди. 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 Зачем ты меня учишься считать, если я пойду в школу? А затем, что детей, которые не умеют считать и писать, в школу не берут. В школу хочешь? Неа! Не хочу! Я тебе дам, не хочу. Я открою, занимайтесь. Решай. А я не помню, про что. Как ты не помнишь? На лугу росло пять одуванчиков. Три одуванчика сдуло ветром. Сколько осталось? Какой-то плохой ветер. Не могут сдуть все одуванчики. Тетя Катя, вас бабушка зовет. Она внизу, в машине просит помочь. Возвращайся скорей! Хорошо. Ты меня куда ведешь? Где она? Вон в той машине. Хорошо. Тихо-тихо-тихо-тихо. Я же тебя предупреждаю, мне в этом городе можно все и везде. Тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-ти Тихо, тихо, тихо. Сволочь подонок! Мерзаюсь! Хочешь, теперь мычи. Хочешь, кричи. Тебя все равно здесь никто не услышит. Здесь настой вирус вне души. Что ты хочешь от меня? Сейчас узнаешь. Вот попробуешь, моя любимая. Ещё добавки попросишь. Тихо, если ты меня хоть пальцем тронешь. Если ты меня хоть пальцем тронешь, тебя посадят не только изнасилований. Ты понял? За наркотики, за моего мужа, которого на наиглу посадили. Да ты за всё сядешь, подонок! Тихо, тихо. Я ж по-хорошему хочу. Давай выпьем, закусим, полюбим друг друга. Ты что, не понял? Я сегодня в милиции была, я всё рассказала про тебя и про Руслану. Ты первого на кого подумать, это на тебя. Да я знаю, что ты была в милиции и показания твои читал с моих слов записано верно. Овца-то деревенская. Вот она, вот она, где твоя милиция. Вот, смотри, пожалуйста, всё в моём грозбухе. Например, сегодня майор Кулаков получил от нас плене. Этот хмырье у нас давно с братом на харчах сидит. Я не знаю, какого Кулакова. Правильно, не знаешь. Зато ты знаешь Степана Серёгина, которому ты всё рассказала. А он тут же доложил майору. А майор сразу же примчался к нам. Вот, тут полгорода в моём грозбухе. Вот, вот, смотри. Вот, вот, вот. Так, вот. А это мы в долг дали. А этот у нас вообще на зарплате сидит. Ты меня тогда лучше сразу убей. А зачем мне тебя сразу убивать-то? Нет. Я сладенькое люблю. Шоколад, например. А ты мне сегодня, Катенька, шоколад не продала? Я ей обиделся. Хорошо, развяжи меня. Ладно, развяжу. Только учти, бежать здесь некуда. Забор высокий, собаки. В округе ни души. Этот дом у нас с братом. Типа дачки. Ну, чтобы порыбачить, в баньке попариться. А несговорчивых гостей мы приглашаем летом в речке покупаться. А зимой в проруби понырять. Чтобы потом рыбачки выловили. Ты курочку-то сними. Дома тепло. Стой! Господи! Нет! Нет! Не закрепилась! Узили меня! Узили меня! Узили меня! Узили меня подонок! Узили меня подонок! Узили меня подонок! Подонок! Я, Маша, не звала Катю. Это Витка что-то надумал. А где он сам? А я откуда знаю? Где-то шляется без отцовщина. Мать на дежурстве, а я со своими больными ногами слежу, что ли, за ним? Никуда она не денется. На свиданку, наверное, кто-то позвал. А Витька уговорил, чтобы вызвал. Нет, я буду звонить в милицию Степану. Ну, и звони в милицию Степану. Ай! Где меня подонок? Ай! 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 Слава Богу, уснула. Степушка, что ж делать-то, а? Катю искать надо. Мария Петровна, в розыске объявляют только через три дня после исчезновения. Ой! Завтра я попрошу знакомых оперативников. А сейчас переведите мне этого к Витьку. А, сейчас. Помогите! Давай, проходи, проходи. А кто такой, дяденька? Я не дяденька, а следователь Серёгин Степан Владимирович. И ты мне сейчас всё подробно расскажешь. Виктор, если ты будешь молчать, я заберу тебя с собой и посажу в камеру к бандитам. Он мне дал сто рублей. Он кто? Дяденька. Сказал, что жених тёти Кати. Чтоб я её позвала. Я позвала. Что было потом? Она подошла к машине. К машине? К какой машине? К Жигуле коричневой. А... ... СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Вы города подбросите? Ну, садись. Ты раньше этого дядя видел? Нет. Он зашвырнул тетю Катю в машину и увез. У вас прости. Ой, Катя! Катя! Шляется по ночам, а ребенок виноват. Катя! Катя! Пошли. Катя! Катя, что она? Что с тобой тебе было? Катя, Катя, кто тебя увез? Федор Фельдчиков. Смотри, она вся дрожит. Давай, встань. Пойдем, пойдем. Тебе холодно, да? Ну, пойдем. Пойдем, ладно, пойдем. Тихо, 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 тихо. Все-все-все, успокойся. Успокойся, успокойся. Пойдем, ладно. Все-все-все, тихо. Так, завтра в десять у меня в кабинете. Сейчас поедем в милицию, достанем протокол и оформим самооборону. На, попей горяченького. По милицию нельзя. Почему? Филин назвал эту книжечку «Груз Бог». Хвастался. Да, ты права. Знаешь что, тебе нужно исчезнуть, уехать из города. Как исчезнуть? Куда, Степа? Мария Петровна, да вы поймите, ее будет искать не только милиция, но и бандиты. Значит так. Тебе нужно уехать в Москву. Там найдешь генерала-майора Коробова. Кто он такой? Он начальник оперативно-розыскного бюро МВД России. Это бюро борется с коррупцией. Степа, как я его найду? Я тебе запишу, Андриса. Мария Петровна, у вас нет ручки или листочка? Добьешься, чтобы он принял тебя лично. Слышишь? И лично, из рук в руки, передашь эту записную книжку. И главное, ни с кем больше ничего не обсуждай. Я тебя сейчас на вокзал отрезу, посажу на проходящий поезд. Утром будешь в Москве. Господи, да за что же все это? Огнец, подъезжаем. Готовимся на выход. Что, Зин, подъезжаем? Сейчас сядешь. А то, знаешь, у меня из-за тебя неприятности могут быть. Безбилетница, сама понимаешь. Значит, с этой станции каждые полчаса ходят электрички. Сядешь и через два часа будешь в Москве. Только обязательно билет возьми, а то контролеры ходят. Все, давай, собирайся. Я готова уже. Уважаемые пассажиры, хочу предложить вашему вниманию отличный подарок для детей – пистолетик, стреляющий мыльными пузырями. Легок в использовании, прост в применении. Пожалуйста, если кто заинтересовался, обращайтесь. Ну, девушка, миленькая, а? Не пересядешь на то место. Не могу спиной вперед ехать, голова кружится. Ой, спасибо тебе, уважила. Ну, что ж, я каждый день в этой электричке-то мотаюсь. Может, у меня на строительном базаре работает, вот вожу ему поесть. Да поменяю часик на два, пока он кемарит. А ты чего, в Москву-то, на работу или по делам? По делам. А звать тебя Катя. Катя. И имя-то у тебя хорошее, самообходительное. А я Вера Трофимовна. Горячие пирожки с мясом, граждане, налетай, не зевай. Можно не один? Да ты что? Не вздумай брать. У них пироги с котятиной. А чё это с котятиной? С говядиной? На, понюхай. Будешь брать? Что ты думаешь, они мясо, что ли, туда положили? С котятиной. Надо ж такое придумать. Ты знаешь, по чём нынче мясо-то? То-то. Поесть не успел. На, давай-ка, поешь домашнего. Ешь на здоровье, ешь. А я чё, я тоже не успел поесть. Граждане пассажиры, прошу вашего внимания. Впереди длинный трудовой день. А хочется, чтобы удача и радость пришла к вам прямо сейчас. Хотите знать, что вас ждёт впереди? Открывайте любую страницу этой книжечки. Верхняя строчка, пятая сверху. Снизу третья. И вот вам напутствие. Вот вы, девушка, хотите знать, что вас ждёт? Открывайте седьмую страницу. И читайте седьмую строчку сверху. И учтите семь – счастливое число. Идёшь по дороге, не зная, что тебя ждёт. Путь под ногами, как зыбкий плод. Не бойся дороги. Тебя спасёт большая любовь смелее вперёд. Вот. А сколько стоит ваша книжечка? Стихи никогда не врут. Двадцать рублей. Читайте, девушка, получите удовольствие. Кто ещё заинтересовался, прошу. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Не-не-не, я сама. Что ты? Я без своих сумок, как без рук. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА А вам далеко? А на коширку. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Весь чё заглядывай. У нас в школе 69-й павильон. Запомнила? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Да, запомнила. Ой, ну ладно, Вера Трофимовна. Всего вам доброго. Татьюшенька, и тебе всего доброго. Удачи тебе. Ладно, за сумку смотри. Такие хламоны шатаются. Разбишь штанов относится. Спасибо. Давай, пока. СМЕХ Молодец, умница. Ну-ка смотри, теперь тётю, видишь, вот эту? Ну-ка, пойдём в чабану, подержи. А, ай ты красавица! Умница какая! Ну-ка, иди сюда. Давай погадаем, всю правду скажем. Ну-ка, посмотрим, будет тебе казённый дом. В казённом доме будет тебе принц, король будет, да. Меня слушай, меня слушай на тебе. Счастливо с ним будешь. Замуж выйдешь, будешь как принцесса жить. Я тебе правду говорю, меня слушай. Ручку, ручку-то мне позолоти. Хорошо! Украла, украла! Верни кошелёк! Верни! Верни! У меня ничего! Что ж тебе надо? Верни кошелёк! Верни! Что у вас тут такое? Она у меня кошелёк убирала. Ваши документы, граждане. Я вас тут ещё раз увижу, обезьянники окажут. С какой целью прибыли в Москву гражданка Кононова Екатерина Александровна? По личным делам. Вы зачем её отпустили? А за что мне её задерживать? Вы конкретно видели, что именно она кошелёк взяла? Ну вот и всё. И вообще, тупай отсюда по-хорошему. Понятно? Ты что думаешь, у меня других дел что ли нет, как твоим кошельком заниматься? Давай, давай, давай! Двигай! Рот меньше, раздевать надо! Понаехали тут! Лимита! 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 Так, что случилось? У меня кошелёк украли. Там были все мои деньги, даже на метро не хватает. Здравствуй, столица, здравствуй, Москва. Ну, на метро-то я тебе добавлю, доберёшься до своих. У меня в Москве никого нет. Как так? А где же ты собиралась остановиться? У меня есть гостиница. Милая моя, ты знаешь, сколько в Москве стоит номер? Как тебя зовут, наивная простота? Катя Кононова? А я Лариса Потапова. Пойдёшь со мной, Катя Кононова. Куда? Ко мне. Жить тебе негде и не на что. Вон у тебя даже на метро не хватает. А я сегодня богатая. Восемь книжек продала. Пошли, пошли. Прочитал? Все верно? Да. Здравия желаю, товарищ майор. Ага. Войдем. Как в голову-то? Вечно за тебя в историю попадали. Убит известный бизнесмен Фёдор Фильчиков. Чтобы через три часа у меня на столе лежал план оперативно-розыскных мероприятий. На поимку убить сдаю сутки. Работайте. Слушайте меня внимательно. Никому ни слова, что увидели, как Катя вернулась домой. Никому, Витя. Особенно касается тебя. Никому ни слова, что видел тетю Катю после того, как ее увезли на «Жигулях». Если хочешь, чтобы она стала жива. Никому. Для вас Катя пропала. Все. До свидания. До свидания. Пошли, оболтус. Мария Петровна, это Степан. Пишите заявление о пропаже Кати. Проходи. Раздевайся. Тапчики вот эти светленькие надевай. Ну вот, здесь будешь жить. Белье внутри дивана. Спасибо вам. Лариса… Просто и без затей. Лариса. Спасибо. Скажите, а можно от вас позвонить? А, сейчас. Это мой муж. Погиб двадцать лет назад. На Помире. Под лавину попал. На, звони. Спасибо. Алло, мам. Мамочка, привет. Мамочка, привет. Мамочка, все нормально. Я доехала. Мамуль, ну не плачь. Мам, целуй Дашу. Скажи Степе, что я сегодня иду к генералу Коробову. Ты слышишь меня? Все, мам, я не могу говорить. Я с чужого телефона звонила. Давай. Давай, пока. Это к какому-то генералу собралась? К генералу Коробову. Коробов, Коробов. Что-то знакомое. А он заведует отделом по борьбе с коррупцией. Заведует магазином. В милиции начальствует. Я думаю, так просто ты к нему не попадешь. Мне очень надо. И я попаду. Я не спрашиваю, зачем тебе нужен этот борец с коррупцией. Слушай, пойдем перекусим. Я так жрать хочу. Смерть наступила от удара вот этим ножом. Примерно между девятью и двенадцатью часами ночи. Подробнее после вскрытия. Юра, на рукоятке остались пальчики. Ну, а мне здесь больше делать нечего. Улыбай. Извините, пожалуйста. Да, слышу. А скажите, пожалуйста, это милиция? Да, это оперативно-розыскное бюро МВД. А скажите, а как мне найти генерала Коробова? Простите, а вы записаны к нему на прием? Нет, не записаны. Личный прием граждан осуществляется по предварительной записи. Вам сообщат день, когда вас примет генерал. Но его сейчас нет в Москве. Он в отпуске и выйдет на работу через несколько дней. Я не могу его ждать. Ну, какое у вас к нему дело? Мне надо передать ему очень важный документ. Документ. Ну, давайте его мне, я передам сразу же, как его увидят. Мне сказали передать его лично в руки. Я адъютант генерала Коробова и считаю, что передаете лично из рук в руки. Я не могу. А скажите, когда будет генерал? О, извините, такую информацию я не даю. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Так, значит, ты говоришь, Катька колбасу этим ножом резала? Та. Нож кто-нибудь трогал? Зачем трогал? Продавца нет, торговля нет. Это хорошо. Почему хорошо? Смотри, если наврал, я тебя этим ножом резать буду. Понял? Давай. Брысь отсюда! Пошел! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ну, ничего, Катюк, прорвемся. Найдем твоего генерала. А пока мы будем его искать, поживешь у меня. Спасибо вам большое. Ну, так вам платить нечем. Да я с тебя и копейки не возьму. Подъем! Вставай, вставай, вставай. Будем завтракать. Яичницу готовить умеешь? Да, все умею. Молодец. Значит, марш в ванную и через пять минут, чтобы стояла у плиты. Кстати, я придумала, как найти твоего генерала. Сейчас позвоню одному своему полковнику-поклоннику. Я когда-то в клубе МВД выступала. В общем, как хорошо быть генералом. Как хорошо быть генералом. Лучше работать я мсеньора не назову. Найдите мне убийцу! Екатерину Кононову! Товарищ майор, так еще нет доказательств, что Екатерина Кононова убила Федора Фильчикова. Нет доказательств! Вот заключение экспертизы, что пальчики найдены на ноже, которым был убит Фильчиков, и пальцы на ноже, которым Кононова пользовалась в магазине, одни и те же. А откуда появился нож из магазина? Работать надо, старший лейтенант! Вы в органах без гудонедили, а я всю жизнь занимаюсь раскрытием особо тяжких преступлений. Ищите Кононову! Так я ее ищу, товарищ майор. Вот заявление ее матери о пропаже дочери. Вот показания свидетеля, детского мальчика, который видел, как похитил ее Федор Фильчиков, ударил по голове, запихнул в машину и увез на Жигуле. Нету Фильчикову никаких Жигулей! Его машину весь город знает! Этот ваш мальчик, он опознал в погибшем Фильчикове дохитительную комнату? Ну, я не проводил опознание и хотел травмировать психику Ременкова. Психику Ременкова? Вы плохо работаете, Середа. Вы не допускайте, товарищ майор, что Кононова стала жертвой настоящих убийц. Бред! И искать Кононова нужно не как убийцу, а как пропавшего свидетеля на мейство. Хватит! Все! Все, старший лейтенант, я вас отстраняю от дел и буду писать рапорт о служебном несоответствии. На каком основании я буду жаловаться? Жалуйся! Жалуйся! Я тебя из органов вышвырну! Не путайся у меня на дороге! Свободен! Есть! Полковник дал только адрес генерала. Это в центре. Ну, доедешь сначала на метро, а там пешочком. Вот тебе деньги на проезд. Ну, неудобно. Неудобно шубу в трусе заправлять. Давай, ешь и быстро собирайся. Извините, пожалуйста, скажите, давно закрытый магазин? А, второй день уже. Уехал Руслан. Бросил все и уехал домой на родину. Спасибо. Словом, я отстранил его отдел. Все. Отправил в отпуск и... Боря, ты знаешь, я не прав. Я раньше считал, что дурак это надолго, а дурак это навсегда. Ты хоть знаешь, что этот Серегин в Катьку влюблен? А я знаю. И он, чтобы найти ее, землю носом рыл бы. Майор, ты нашел записную книжку Фили? В протоколе нет. Никакой записной книжки. Станислав Иванович, мне кажется, что ее взяла эта девка. Сколько раз я говорил Фили, чтобы он никаких записей не вел. Давай. Филя, Филя. Ладно. Девка должна проявиться! Предлагаю поставить на прослушку телефонную матери. Ну, так поставь! Ну, нужна санкция суда. Получи! Слушай, майор, у меня полное ощущение, что денег моих ты не отрабатываешь. Значит так, пока ты эту Катьку живой или мертвой не найдешь мне, ты ни копейки не получишь! Ясно тебе? Да. Пошел вон отсюда. КОНЕЦ 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 КЛАВДЯ ОЛЕГОВНА К ГЕНАДИЮ ПЕТРОВИЧУ ДЕВУШКА Вы работаете вместе, да? Да, да. Говорит, с работы. Угу, хорошо. Седьмой этаж, пятьдесят восьмая квартира. Спасибо. Пожалуйста. Геннадия Петровича нет дома, давайте пакет я передам. Нет, подождите, это не пакет. Это важный документ, его должна передать лично генералу. А вам разве не говорили в управлении, что я имею право получать и передавать документы генералу? Ну, я не из управления. А откуда? Как вас звать? Катя. Генерал в отпуске, но отдыхает в санатории, будет не скоро. Все, извините, разговор закончен. Ты? Иọ Напоминаю вам, гражданка Кононова, что на основании статьи 316 УК за укрывательство вы можете быть наказаны лишением свободы сроком до двух лет. Так что советую вам сообщить нам, как только ваша дочь даст на себе знать. На внучки свои подумайте, Мария Петровна. Дочь вашу мы найдем. Если вас посадят за укрывательство, девочка сиротой останется. Бабушка, почему он так на тебя кичит? За что он хочет поймать маму? Здравствуйте, Мария Петровна. Что мэр приходил? Угрожал? Вот. Катя бы фотографию забрала. Понятно. Значит, объявили в розыск. Бабушка, что такое в розыск? Да, Иван Иванович. Но решение суда нужно срочное. Это опасный преступник. Убийца. Я направил все необходимые документы. Когда? Завтра. Да. Очень хорошо. Спасибо. Спасибо. Кулаков, объявите во всероссийский розыск. Кононова Екатерина Александровна. А быстро только кошки родятся. Мегера хоть сказала, в какой санаторий он поехал? Нет. Сейчас мы это узнаем. Василий Сергеевич, здрасте. Да, это опять я. Василий Сергеевич, не скажете, в какой санаторий поехал генерал Коробов? А, понятно. А надолго? Ясно. Спасибо, спасибо. Вы извините, товарищ полковник, что я вас задергала совсем. Вася, вы проказник. До свидания. Ага. Твой генерал Коробов отбыл на лечение в санатории МВД на Валдае. Ну, туда, конечно, не прорваться. Придется ждать. Ну, что у тебя хоть за дело, генерал? Я бандита убила. Так. С этого места поподробнее, пожалуйста. Давай быстрее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В общем, я не помню, как я ее схватила и убежала. Да. Ты девица сухофрукт. С изюминкой. Не, я б так не сумела. Ларис, можно вас попросить? Можно я маме позвоню? Она меня там с ума сходит. Я вам верну потом деньги. Вот еще новости. Звони. Можно я выйду? Ну, иди, иди. Спасибо. Алло, мам. Мам, это я. Слушай, передай, пожалуйста, Степе, что генерал Коробов будет только через несколько дней. Как вы там? Приходил майор Кулаков. О тебе спрашивал. Ну, я ему сказала, что ты пропала. Да. Он еще и от Степы приходил. Его из милиции выгнали. Что? Говорит, что отстранили от следствия. Да. Хорошо. Даш, иди поговори с мамой. Поговори. Мама, мамочка, я так скучаю. Бабушка, что-то мама плачет. Все-все-все-все, клади трубку, не трать деньги. Мы тебя целуем. Ой, забыла спросить, где остановилась. Бабушка, когда мама приводит? Ну, как дома? Борис, я не знаю, что делать. Меня уже ищут. Фотографию мою для розыска взяли. Я не знаю. А ты домой пока не возвращайся. Поживи у меня. Москва вон какая огромная. Они тебя тут искать замучаются. Дождешь и своего генерала. Все ему объяснишь. И он тебе подскажет, что делать дальше. Недреев, Катюха. Прорвемся. Ну, все, хватит нюня спускать. Печай. Здравствуйте. А где у вас здесь ЖЭК? Зачем тебе ЖЭК? Я тоже хочу дворником работать. Извини, девушка. Русский дворник не надо. Зачем ты от ЖЭКа работу отнимаешь? Хайр, иди. До свидания. До свидания. Прости, пожалуйста, 69-й павильон. Не подскажете? Ну, так и не скажешь. Точно, в лайн-побывании выберу в ту сторону. Вера Трофимовна. А ты, Екатерина. Здравствуйте. Еле у вас нашла такой рынок, у вас огромный. Да ладно, с первого раза. Конечно, кажется. Кать, ты чего пришла-то? Дела-то свои сделала? Нет. Человек, который мне нужен, только через несколько дней будет. Меня на вокзале обокрали. Ну, что я тебе говорила, а, Кать? Ну, что, деньги тебе нужны, да? Да нет, Вера Трофимовна, я от вас ничего не возьму. Вы мне помогите здесь работу найти. Я все могу. Могу таскать что-нибудь. Могу, ну, я не знаю, убираться. Подожди, успокойся. Сейчас Коля мой придет, что-нибудь придумает. А ты остановилась-то где? А у женщины, помните, она в электричке книжки продавала. Ну, помню, конечно. Это сумасшедшие стихи продавала. Да нет, ну, она не сумасшедшая. Она очень хорошая женщина. Она врач, она сейчас на пенсии. Да чего же она, как поберушку по электричкам таскается? Лечила б людей. Да она и лечит так, по-своему. А вон Коль мой. Коль! Падель, это Катя, а? Помнишь, я тебе говорила про нее, а в электричке ехали? Обокрали девку. Слушай, помоги, а? Ну, помоги чего-нибудь сработать. Пожалуйста. Ну, ладно, пойдем. Ну, что ты ее привел? Ты да знаешь, что у меня только вакансии грузчиков. Ну, что ты можешь таскать? Я все могу таскать, все. Я пять лет в магазине проработала. Ну, таскалась, вот. Хорошо, хорошо. Давай паспорт. Пойдешь грузчиком на склад. Беру на испытательный срок на месяц. Зарплата сначала 15 тысяч. За это время получишь московскую регистрацию. Покажи, где склад. Я позвоню, предупрежу. Спасибо вам. Давай. Да, да. Вот, Фомич, нового грузчика тебе привел. Здрасте. Здрасте. Обещали мужика, а тут девка. Ну, ладно. Зато трезвые и на перекуре не бегай. Ну, вы тут разбирайтесь. Я побежал, а то меня Трофимовна потеряла. Спасибо, Николай Семенович. Как звать? Катя. Так, Катюш. Ага. Ну-ка, примерь. Не попала. Давай еще раз. Вот. Нормально. Так родилась. Красавица. Значит, берешь вот те вот, вот, уголки и несешь, появлю, сорок два. Поняла? Одна нога здесь, другая там. Вперед. Так, Мустафа! Привет. Привет. Меня зовут Егор. А меня Даша. Как дела? Нормально. Так, мальчик, иди-ка погуляй, а? Привет, Даша. Давай я тебя покатаю, а? А вы дядя кто? А я друг твоей мамы. Опа, поехали. А мне бабушка не вели, Лера разговаривает с незнакомым дядем. Так я же знакомый. Я даже знаю, как зовут твоя бабушка. Мария Петровна. А маму зовут Катей. А что, мамы дома нет, а? Она уехала, что ли, куда? А мне бабушка не вели, Лера говорит, что мама в Москве. Вот и правильно. Никому больше об этом не говори. Так, а? Держи конфетку. А мне бабушка не вели, Лера брать чужих конфеток. Так я же не чужой, мы с тобой уже познакомились. Ну, хватает. Ладно, мне пора. Давай, пока. Саша, привет. Здрасьте, дядя Степан. А с тобой дядя о чем разговаривает? Какой дядя? А вот, который тебе конфетку дал. О чем тебя расспрашивает? Он спросил, где мама, а я ему сказала, что бабушка мне не вели, говорит, что мама в Москве. И я ему не сказала. Не сказала? Молодец. Здрасте, Мария Петровна. Здравствуй, Степа. Катя звонила? Да, вчера звонила. Я ей все-все сказала, как ты видела. То есть вы сказали, что она звонила с разных телефонов? Да, все сказала. Она не говорила, где остановилась? Нет. И я, главное, забыла спросить. Хорошо, что забыли спросить. Да, я так переживаю. Не переживайте. Да. Никто вас с Дашей не имеет. Им главное прослушивать ваши телефоны с Катей, чтобы узнать, где она. Она не говорит. Молодец. Слушай, а ты сегодня завтракал? Да нет, некогда. Пойдем, я тебя покормлю. Даш, пошли домой. Дядя Степка к нам в гости идет. Пошли. Немец – это качество. Петр Фомич, что-нибудь еще отнести? Как раз, кстати, вот дело есть. Помочь надо покупателю. Поможешь? Девушка, в машину не влезает. Помогите до дома донести. Я недалеко живу. Я заплачусь. Хорошо. Спасибо. Счастливо, Фомич. Все, Катюш, почти пришли. Ага. Ага. Катя, ты уж меня не бросай. Я же в лифт с этим не влезу. Давай я до квартиры донесем. Тут уж осталось-то. А? Ну, хорошо. Спасибо. Давай, заноси. Сейчас. Так. Все, Катюш, почти пришли. Ой. Опа. Заноси, Катюша. Ага. Так. Клади. Ой. Фух. Спасибо тебе огромное. Выручила. Ой, нет, не надо, не надо, не надо. Так. Договаривались, держи. Все. Бери, бери, бери. Спасибо. Слушай, Катя, а может, я тебя покормлю? А? Я хоть и один живу, но, говорят, готовлю неплохо. А почему вы один живете? Ну, вдовец я. Жена умерла два года назад. Ну, так что? А? Нет, нет. Меня Петр Фомич ждет. Я пойду. Извините. Ну, я не знаю. Я не знаю. А почему? Я не знаю. Давайте попасть к генералу. И еще, ни на шаг от себя не отпускайте Дашу. И никому не говорите, что я уехал в Москву. Нет. Никому, даже Кате. Все поняла. Привет, Гулёна. Можно поинтересоваться, где ты пропадаешь до ночи? Я на работу устраивалась. Представляете, грузчиком. Вот. Держите, я заработала двести рублей. С ума сошла? Держите, держите. Я тебе русским по-белому написала. Не дури. Завтра вообще ключи отберу. Я так не могу. Понимаете? Они мне поверили. Меня на работу взяли. Ну, как? 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 И тем более, я там познакомилась с таким хорошим человеком. Эх, ты поосторожней со случайными знакомыми. Они сначала все хорошие. А Москва – город строгий. Мам, алло. Мам, алло. Алло. Привет. Катенька. Как у тебя дела? Как устроилась? Живу, хорошая женщина. Не беспокойся, мама, у меня все хорошо. Заходил Степа, спрашивала, встречалась ли ты с Коробовым. Нет, мам, он отдыхает в санаторий и будет через неделю. Я пока устроилась на работу, на рынке. Я тебя прошу, пожалуйста, будь осторожна. Дальше бабеохи и охи. Ничего конкретного, никакой информации. Разговор записан час назад. Кононова звонила своей матери из Москвы. Номер определили? Да. Разговаривала из тексофона в районе Каширского шоссе. Да это не адрес. Подожди. К Коробов. Кто это? Генерал-майор. Начальник бюро оперативно-розыскного МВД России. Что за бюро? Чем занимается? Борьбой с коррупцией. Чем еще? Нет, у Кононовой на нас ничего нет. Ничего, ничего. Только роскости. Все. Нет, теперь я точно уверен, что записная книжка Фила вот у этой девки. И твой Сергеев отправил ее генералу Коробову в Москву. Ты там что заливал тут, а? Следователь говорит, зеленый мальчишка. Это какой твой прокол, майор? Нет, если она покажет эту книжку генералу, то... Это все? Вот это так, да? Ну так чего ты сидишь, а? Действуй, дубина! Давай! Да-да-да. Спасибо. Спасибо. Воскресенье-то твои приезжали к тебе? Приезжали. Я пирогов напекла. Ты что, вы и внучку привозили? Привозили. Здравствуйте. Ой, здравствуй, Катя. Не холодно вам здесь сидеть-то? А что нам сделается? Мы вон как оделись. Ну ладно. Хорошую жиличку нашла Лариса. Ой, хорошая девочка, уважительная. Лариса, я нам пряники купила. Так. Значит, она тебе уже и ключ дала, да? Мать, ты ключ ей уже дала? А ты пряников купила, дурочку нашла. Приманиваешь ее немножко. Ты вообще кто такая-то? Катюш, познакомься. Это моя дочь, Аня. А зачем мне с ней знакомиться-то? Катюш, иди на кухню. Нет, ты посмотри, она уже как у себя дома. Уже как у себя дома? Не кричи. Что? У нее большая беда. Ей надо побыть в Москве. Деньги не украли на вокзале. Можешь ты это понять? А то, что твоя дочь с мужем в общежитии ютится, от тебя все равно. Я ребенка даже завести не могу. У тебя все было, ты сама все разрушила. Все хватит. Хватит. Дрессировала меня всю жизнь, дрессировала. Мне скоро 40 лет уже. Хватит. А ума так и не нажила. Нет. Аннушка милая, как живешь? Мать совсем из ума выжила. Мало того, она эту жильчку после того, когда ей-то ключ залает. А теперь она еще хочет прописать ее к себе, чтобы она продавщицей могла устроиться. Ты можешь себе представить? Игорь, что ты молчишь-то? Да не психуй-то, Аня. Ничего не психуй-то. Прости, Катя. Дочь сегодня не в духе. Ларис, спасибо вам за все, за все. Мне, наверное, лучше хотим. Куда ты пойдешь, на ночь глядя. И вообще, живи, как жила. А с дочерью мы разберемся. Ни первый скандал, и ни последний. А мы сейчас с тобой чайку попьем. Да? А утром, вечером утреннее. Слушай, а чего это Катька матери говорила про базар, когда звонила? Говорила, что устроилась на работу на рынок. Но их в Москве сотни. Так, ну, нам сотни-то и не надо. Так, значит, она звонила утром, шла на рынок и позвонила. Откуда звонок был? С Каширского шоссе. Каширского? Так, на Каширке у нас три рынка. Два стройматериала и один фермерский. Точно? Так там ее и надо искать. Боря, в Москву поедешь. Станислав Иванович. Поедешь, Боря. Я Кирьяну позвоню, он тебе людей даст, поможет. Значит, девку найдешь и кровь из носу, прошу тебе, Боря, найди Филькин Гросбух. Ясно? Первый муж у нее, Сева, был хирург. Светлая голова, золотые руки. Она с ним, с Клиффи, операционной сестрой работала. Но детей, правда, не было. Ну, а три года назад познакомилась с этим Юркой. И влюбилась в него. Он водителем на скорую работу. И ушла от мужа. А Сева что, продала квартиру, уехала не то в Канаду, не то в Америку. Она с своим шофером осталась в общежитии. Нет, я им предлагала, говорю, перебирайтесь ко мне. Ее же это не устраивает. Хочу, говорит, жить своей семьей. Давай, говорит, квартиру разменивать. Кать, ну на что можно разменять двушку? На две комнаты в коммуналке? Ой, ладно, пошли спать. Тебе завтра опять ни свет, ни заря вставать. Гордовехов, ничего, нормально. Куда едем? В гостиницу? Нет, Кирилл сказал сразу днемог. А там как прикашет. Окей. Милиция. Вот затем джипов. Быстро. Потеряли мы джип, товарищ. Не знаю вашего звания. Что дальше? Так. Где МВД, знаешь? Да. Повезешь? Поехали. Вот. Сделала тебе копию бандитской книжечки. И копию, и оригинал положишь на почте в ящик. Какой ящик? Деревня. В Абоненский. Ну там тебе все объяснят. Будет на хранении, как в сейфе. Ну и где я тебе буду эту девку искать? Москва вон какая. Это не ваши три улицы с четырьмя переулками. Да поймите, Кирьян. Девку нам надо найти первым, пока ее милиция не загребла. Да я тебе уже битый час далблю. Потому что она не только Фильку грохнула, но и записную книжку его увела, где список всех городских суд, которых мы на крючке держим. Ты понимаешь? Да там милиция, бизнес, торговля, мэрия. Да полгорода. Филька с пеленок был дурак. Сколько раз говорил Стасу, купи его, нещадно, выбивай дурь. Бухгалтер. Где, ты говоришь, эта девка на кошельке? Где-то в том районе. Хорош там дурью мается. Малыш. Все рынки на кошельке прочаса частой гребенкой. А девку мне эту найти. Давай. Найдем. Здравствуйте, Патр Фомич. Здравствуйте, опаздываешь, красавица. Сидеть, пожалуйста, не буду больше. Здорово, Фомич. Здравствуйте, Алексеевич. Помочь сможешь? Ой, здравствуйте, Алексеевич. Здравствуйте. Ой, Катя, не узнал, богатый будешь. Будет-будет. Иди, работай давай. Иду-иду. Хорошая девушка. Хорошая. Так, Фомич, значит… О, вон, вон, вон. Девушка. 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 Вон, 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 вон. Желать как? Света. И она. Екатерина Конова объявила всероссийский розыск. Мне отстранила дел. Телефон матери поставила на прослушку. Да, завяз наш майор по самую кокарду. Фильщиков узнал, что Екатерина Конова в Москве прислала сюда своего помощника Бориса Щепова. Сегодня утром его встречали люди какого-то Кириана. Кириан Нароков. Личность известная. Я думаю, что они хотят найти Конова и ликвидировать. Скажи, а записная книжка у нее? Да, я попросил, чтобы она передала лично генерал-майору Коробову. Коробов до послезавтра в отпуске. Сергей, не волнуйся, найдем мы твою Кононову. А за Кирианом и его гостем немедленно установим наблюдение. Спокойно. Что новенького? Да ничего. Таскала целый день? Ой, господи, как же я устала. Ну ничего, сейчас поедим, отдохнешь. Да я не от работы устала. Не спокоюсь я за маму, за Дашу. Э, кого-то нелегкой принесла. Вот, присаживайся, Лень. Поужинаешь с нами? Нет, спасибо, некогда. Участковый и полномоченный Васильев Леонид Маркович. Лариса Павловна, поступил сигнал, что у вас проживает без регистрации иногородняя гражданка. Насколько я понимаю, это вы. Документы, пожалуйста. От кого сигнал? Кто настучал, моя дочь? Я этого не говорил. Ну и не отрицал. О, как нынче хорошо, участковые-то стали жить. На премию купил, Лариса Павловна, на премию. Ну да, ну да. Как говорится, в ногу со временем. Пожалуйста. Угу. Зачем вы в Москву приехали, Екатерина Александровна? Надолго? По личным делам. Это дочь моей давней подруги. И жить она здесь будет столько, сколько понадобится. Я не возражаю, Лариса Павловна, не возражаю. Но у нас все есть порядок. Зарегистрировать надо гражданку Кононова. Леня, к вам ходить на регистрацию, хохотать устанешь. Тысячи документов надо. Ну не тысячи, Лариса Павловна, ну не тысячи. Нужно лишь ваше заявление о том, что вы предоставляете ее площадь. Справку, что у вас нет задолженности по квартплате. И вместе с гражданкой Кононовой приходите в отделение. Лень, ну у вас там такие очереди. Говорю, Гарис Павловна, сейчас другие порядки. Назначит вам точное время. Так. А где Кононова? Кать! Кать! Ты куда подевалась? Катя! Убежала. Леня, что с собственным произошло? А вот. Кононова Екатерина Александровна, тысяча девятьсот восемьдесятого года рождения. Объявлено во всероссийский розыск за убийство. Убежала. Врет твой компьютер. Ну ты же увидел, какая она убийца. Так. Гражданка Потапова. Собирайтесь. Проследуйте со мной в отделение милиции. Леня, зачем? Дадите объяснение, как, когда поселился у вас опасный преступник, гражданка Кононова. Леня, ну а сейчас милиция? Да все будет хорошо, не переживай. Да. Да, мой золото. Я тебя очень люблю. Ты, главное, не переживай. Все мы сделаем, как надо. И все будет. Ой, я тебе перезвоню. Мам, ты что, сдурела совсем, мам? Жалкая стукачка. Я знать тебя больше не желаю. Да ты что, ну у тебя приступ сейчас опять был. Как ты могла? Ты дочь интеллигентных родителей докатилась до жалкого доноса. Как ты могла? Уйди, не трогай меня. Видеть тебя не хочу. Не трогай меня. Мам, господи, за что мне? Успокойся, мам! Вот что делать, а? Совсем плохая. Маленькие дети, маленькие заботы. Большие дети, заботы большие. Да что ж получается, что вокзальная проститутка тебе дороже родной дочери? Кто проститутка? Катя? Превратила квартиру в бордель. Водишь всяких шалав сюда. Как ты неблагодарная. Мы спокойным отцом с твоим столько для тебя сделали. Спокойным, спокойным отцом. А кто его в могилу-то свел? Кто его свел в могилу? Ты своими дурацкими стихами. Когда закатные останки сгорали в сопках, как свеча. Да сдохнуть можно сразу же. Да ты мне как будто не дочь. Я отсюда видеть тебя не могу. Я не видела тебя. Уйди, уйди. Ну давай. Скорая, запишите вызов, пожалуйста. Женщина, пятьдесят восемь лет, нервный срыв. Да, приступ. Нервный приступ. КОНЕЦ Понятно, понятно. Кирилл, да, немедленно выезжай, захвати самой Серёгина. Да, можешь обрадовать его. Нашлась его Конунова. Давай. КОНЕЦ 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 Ну что? Я ей сделал укол у реланиума. Слушайте, может кофейку? Давайте. Вам с сахаром? Да нет, может и без. А чем вызвал у неё приступ истерики? Ой. Знаете, в последнее время мама ведёт себя совсем неадекватно. Бродит по электричкам, читает всем свои стихи, стала приводить бродяжек в дом. А сегодня накинулась на меня, надавала пощечин. Ну, доктор, я волнуюсь. Ну, помогите мне, надо, надо её определить в психиатрическую клинику. Ну, страшно ведь, она может руки на себя наложить. Да, давайте положим её на обследование. Давайте. Давайте. Убеги. Ваня. Привет. Зажигалки не будет? Сумочка. Сумочка, иди. Ну что, как дела, а? Как институт? Да, Ваня. Прихонечко. К нам не собираешься? Да нет. Ваня. Ваня, Ваня. Убеги. Нашла что-то чего? Хэйси. 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 Иди сюда, Хэйси. Хэйси. Хэйси, иди сюда, Хэйси. Хэйси, иди сюда. Хэйси. Хэйси ко мне. Иди сюда. Ух, красавица. Ну ладно, давай, бывай. – До свидания. – До свидания. Девушка, вам чего? Извините, пожалуйста, я на метро опоздала. Мне до дома очень далеко идти. Здесь очень холодно. Можно я у вас погреюсь? Ну ладно, заходи. Спасибо. Вот здесь. Садись, погрейся. Спасибо вам большое. Как хорошо я намыла. Больше часа отмокала. Юрочка моя, Юрочка. Я люблю тебя. Ну, после баньки и водочки не грех. Не грех. Кто бы мог так поздно-то? Настойчиво. Настойчиво. Что? Где Екатерина Колонова? Какая Екатерина? Я понятия не имею. А вы кто? Я кто? Я хозяйка этой квартиры. Анна Потапова. И вот это мой муж. Гражданский. Здрасте. Здрасте. Да. Вам уходить пора. Ой, а который час? Почти шесть утра. Уходите, а то у меня из-за вас могут быть неприятности. Спасибо вам большое. Чего? Загуляла вчера, небось? Нет, так получилось. Скажите, извините, пожалуйста, а можно от вас позвонить? На, вот, мобильный. Алло, Лариса? Нет, это не Лариса. Ну, маму увезли в больницу, на Бабушкинскую. У нее был очень тяжелый приступ. А это вообще кто? Катя? Дайте. А какая? Алло, 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 ой. Прервалось что-то? О, сбросилось. Вот. Ну, все в порядке-то? Звонились? У вас батарея села. Спасибо вам большое. Понятно. Звонились в продуктовый магазин, трудовой. Поехали. Надо было мне передать трубку. Да я не успела передать трубку. Не успела? Просто взять трубку и отдать. Да я не успела. Я ж говорю, посмотри, попили, посидели здесь и пошли. Сейчас встретите свою подопечную. Поехали, поехали. Вот вообще. Счастливо. Здравствуйте. Я Петерина Кононова. Какая Кононова? Десять минут назад отсюда был телефонный звонок. Я дал позвонить девушке. Ну и где она? Минут пять назад ушла. Попросилась погреться и опустилась. Я ж не знал, что ее милиция разыскивает. Понятно. Значит так, девушку, похожую на Кононова, видели на Каширском рынке. Ты давай туда, там проверь. Она нас вызывает в контору. Мы тебя догоним. Давай. Слушаю, говорите. Вы к кому? Здравствуйте. Мне нужен генерал Коробов. А его нет. Вы мне должны помочь. Меня хотят убить. Девушка, вы в милицию обращайтесь. Господи, ну мне может помочь только генерал Коробов. Ну скажите, когда он будет? Девушка, я вам русским языком объясняю. Мы никаких сведений о жильцах не даем. Что же мне делать? Ну что, вам трудно ответить, что ли? Подождите, девушка. Генерал приезжает сегодня, но когда я узнаю. Но работа уезжает в восемь утра. Но я вам ничего не говори, иначе меня ухожу. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо, ещё раз. Спасибо. В ориентировке на комнату. Девушка! Девушка! Дядь, пусть прячьте меня! Давай сюда! Ты что натворила? Украла, что ли, что? Украла, убить хотят. Кто, милиция? Нет, бандиты. А что милиция за тобой бегает? Я ничего не понимаю. Я не знаю. Ну и что теперь делать-то будешь? У тебя есть здесь хранится? Нет, меня везде ищут. Все, девка. Так, ладно, езжай ко мне. Адресок я тебе сейчас нарисую. Вот. Перекантуешься у меня денек-другой. Вот. Так, через центральный не ходи. 104-й павильон. Знаешь, ну где сантехнику импортную продают? Да, да. Вот там за ним калитка. Там за углом. Да, вот, через калиточку давай, быстро. Бери! Прикрати! Тихо-тихо. Документы я ее проверил, все в порядке. Гражданка России обещала регистрацию оформить. Где живет, не сказала? Я ей не спрашивал. Грузчики позарез нужны, трезвые. А что ж вы, слабую женщину в грузчики взяли? Она говорила, что работала продавщицей, говорит, что умеет таскать тяжести. А мне Николай Семенович ее привел, а он у нас торгует в 69-м павильоне. Николай Семенович, 69-й павильон? Да. Николай Семенович, да поймите, ее искала милиция, чтобы спасти, чтобы ее не убили. Это кто же ее убить-то собрался? Да как кто? Бандиты. А что она такого натворила-то? Да ничего. Вы понимаете, у нее важный документ. Я ей этот документ ищу. Да? А по виду не скажешь. Девчонка совсем. Николай Семенович, ну где она может быть? Где ее искать? А ну-ка, покажи-ка мне еще свой документик. Николай Семенович. Ладно. Дома она у меня прячется. Ты адресок запишешь или так запомнишь? Запомню. Девушка, девушка, можно вас на минутку? Девушка, пойдемте с нами, у нас есть выпить и закусить. А девушка, а то нам очень одиноко. Папа, пойдем. Папа, целуй. Целуй папу. Чего ты найдешь? Чего ты найдешь? Папа, один. Папа, один. Папа, один. Папа, один. А то, что я тебе, я тебе не знаю, что я тебе не знаю. Здорово! Ты чё тут делаешь-то? От кого-то прячется? Мне надо срочно уехать. Уехать? Не тебя ли ищут? Понятно. Значит так, на вокзал не суйся, там ментов полно, поняла? Сегодня уехать не получится. Всё, вступай домой. Мне некуда идти. Ладно. Пошли со мной. Ну, слава богу, наконец. Давайте, быстро, быстро. Пошли со мной. Пошли со мной. Пошли со мной. Сидим тут, как в пещере. Ещё милиция замучила. Через каждый час шастают. Всё ищут кого-то. Ну, девочки, я пошла. Раньше семи утра меня не ждите. Слушай, погоди, так ты же с Серёгой вроде поругалась. Ну и что? Я с Витькой помирилась. Вот ты смотри, какая зараза. Не могу я утерпеть, чтобы попой не вертеть. Их, такая сутана, а так и вертится сама. Ну, давай. Пока. Зараза-то, а? Ну что, давай за внезапную встречу? Не-не-не, я не пью. Почему-нибудь перекусила бы. Ну, что ж такое? Ну, давай так. Ты будешь закусывать, а я буду выпивать. Ладно? Шила-мыла-матовила. Пью за то, чтоб подфартила. А ты чего не закусываешь? Я никогда не закусываю. Не имею этой вредной привычки. А ты давай, ешь-ешь, наворачивай. Эх, во субботу, день ненастный, Нельзя в поле, эх, нельзя в поле работать. Эх, да, эх, чё ткать не хватает. Может, выпить не мешает? Выпьем за тех, кто любит смех. Эх! Боря, Боря, землю рой! Рой землю! Ну, девку мне разыщи, понял? Девку не могут мне сопливую разыскать! Фу! Они моего мужа сгубили. Теперь за дочку, боюсь, как бы по наследству не передалось. Ненавижу их. Наркота – это страшная сила. Вот нас, например, перед каждой поездкой инструктируют, стращают, смотрите, говорит, в оба, чтобы ни грамма не провезли. А как тут уследишь? Ну, представь себе, едет старушка. Старушка! Боже, одуванчик! А у нее в кошелке вместо пирожков для любимых внуков полкило этой отравы. Никакой правды ты тут не найдешь. Знаешь, какие бабки крутятся вокруг этой наркоты? Они и генерал твоего купят вместе с лампасами. Коль, домой тебе ехать надо. Вот придешь к этим уродам, отдай им эту книжку, пловинись. Тогда, может, отстанут. О! А хочешь, я тебя просто так домой довезу? Бесплатно! Ну, поехали. Тихо. Инты, кажется, с проверкой. Ну, как разнимайся, быстро наверх лезь. Как будто моя сменщица Нинка, поняла? Сейчас, сейчас! Дайте юбку-то хоть надеть! Здравия желаю! Привет! Не желаете ли остограммиться? Мы на службе. У тебя никого посторонних нет? Посторонних никого нет, товарищ генерал! А это кто? Да это, это сменщица моя Нинка. Стакан хлопнул и сразу копыта отбросила. Что, разбудить? Не надо. Никит, сходи проверь вагон. Ключ дать? Не надо, не надо. У нас есть свои вездеходы. Давай. Товарищ генерал, ну, давайте вам чуть-чуть-то. Ладно, уговорила. Наличит вам. Как? Это быстро. Быстро, быстро. Давайте. Будем. Закусите. Свои домашние. Сама солила. Спасибо. Никого нет, пусто. Все. Мы ушли. Чтоб здесь тихо. Тихо будь, товарищ генерал. Поняла? Да. И никого посторонних, товарищ генерал. Вы не волнуйтесь, товарищ генерал. Счастливой службы. О, вроде пронесло. Подъем. Зинка. Можно я здесь посплю? Два дня на ногах. Да ладно, дрыхни. Только смотри, в шесть я тебя разбужу. Нас к восьми под посадку подавать будут. Ой, на третий путь. Ну, так ты че? Поедешь со мной? Разрешите, товарищ полковник. Уходите. Игорь Владимирович, Екатерина Кононова по указанному адресу не появлялась. Серега, у нее в Москве есть еще знакомая? Нет, товарищ полковник, но я знаю точно. Она где-то в городе. Товарищ генерал, Геннадий Петрович. Извините, мне некогда к самому. Вам просили передать вот эти документы, это срочно. Простите, я с вами разговаривал за здание бутылок? Да, со мной. Майор, мы опаздываем. Да я же вам сказал, запишитесь на прием. Пожалуйста, передайте товарищу генералу вот эти документы. Это очень важно. Пожалуйста. Пожалуйста. Девушка! Девушка не пробегала? Нет, не видел. Давай туда. Быстро. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Свалила. Маш, в подъезде? Там домофон. Дай сигарету. Я же бросил. Вы молодец. Спортсмен. Гражданин. Старший генерал Кондратенко, ваши документы. Вот, и только сегодня мне удалось передать копию этой записной книжки генерала. А где регионал? Регионал в абонентском ящике на почте. Да, Катя, вылипла ты в историю. Скажите, у вас есть горячая вода? Горячая и холодная. И ванная, и душ. Можешь надеть мой халат. Кать, я сейчас должен ехать, а ты оставайся. Здесь тебя искать не будут, а я часа через три-четыре вернусь. Так вы меня одно оставляете? Вы же меня не знаете совсем. Ну, уже немного знаю, а вечером расскажешь остальное. А если я уйду? Идти тебе, Кать, некуда. Так, спать будешь на диване, белье в шкафу и запри за мной дверь. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Здравия желаю, товарищ генерал. Как отдохнули? Нормально. Вот, Мирода Гнатьевич, ознакомьтесь. Довольно любопытное и чтиво. Да и я знаком с этим делом. Откуда? От следователя Сереги-то. Он в Москве уже третий день приехал спасать эту девушку Екатерину Кононову. На нее устроил охота местный авторитет Фильчиков. Прислал в Москву Кирьяну Нарокову своего человека. Да, у Кононовой, кстати, на руках оригинал вот этой записной книжки. Мы ее третий день ищем, но она вам случайно не сказала, где живет? Нет, не говорила. Я видел ее мельком. Что вы предприняли? Кирьян и его люди находятся под наблюдением, их мобильные прослушиваются. Разосланы ориентировки по Кононовой. Найдем ее, товарищ генерал. А где сейчас Серегин? У Бажанова в кабинете сидит. Зовею. Есть. Катя, Катюша, подъем. Кормить тебя будут. Ой. Заснул. Даже не заметил, как вы пришли. Спасибо за плед. Давай, давай. Пойдем. Пойдем. Я даже не представляю, как я давно горячего не ела. Ну вот, сейчас и поешь. Так. Держи. Спасибо. Потом добавочки дам. Вкусный суп. Прям как у мамы. Правда? Правда. А вы где так научились готовить? О, Катя, жизнь заставила. Жена умерла, дети разъехались. По ресторанам ходить не привык. Пришлось научиться. А где теперь ваши дети? Дочь вышла замуж. Живет в Омске. Сын в Африке работает по контракту. Тоже, кстати, строитель. Да, он нам с женой эти хоромы отгрохал перед отъездом. Ничего себе. Ну да. Только вот, зачем они мне теперь одному-то? Ой. А скажите, а можно от вас позвонить? Конечно. Понимаешь там? Да. Сейчас. Это майор Кулаков возвращается после разговора с Филичком. Понятно. Да. А это его правая рука, Борис Щерков. Он дает товар оптанным танцам. Ясно. Сколько тебе снять подобные компроматы? Две кассеты по сорок надеть. Да, тугой клубок завязался в твоем гордере Серегином. Мирон Игнатьич, поскольку вы в теме, вам разрубать этот узел. Вместе со следователем Серегином. Так, на сегодня все. Вы свободны, товарищ офицер. Да, мамуль, я тоже соскучилась. Что? Степа в Москве? Подожди, а когда он обещал звонить? Не знаешь? Мамуль, передай ему, чтобы он позвонил мне срочно. Ну, вот по телефону сейчас я тебе скажу. 112-33-56. Мам, записывай. 112-33-56. Записала? Все, мамуль, хорошо. Как там Даша? Все нормально? Ну, ладно. Ну, поцелуй ее от меня. Давай. Все, мамуль, пока. Пока. Срочно адрес узнай. Как это ты не можешь? Почему до утра? До утром я ее хоронить уже должен? Слушай, майор, ты у меня без погон останешься. Я тебя даже дворником к себе не возьму. Сволочь, ничего не может. Боря, Боря, есть телефон. Девки, да, записывай. 112-33-56. А он, говорит, не может. До утра, говорит, ждать нужно. Слушай, напряги Кирьяна, пускай адрес узнает, адрес. Да, Боря, книжку найди. Найди книжку. Да и найди, Боря. Все. Боря, никуда твоя девка не денется. Завтра узнаем ее адресок и тихо, мирно поедем ее потрошить. Не, не, так дела не делаются. Слушай, Боря, мне вообще с тобой не в жилы сейчас разговаривают. Да ты мне весь кайф ломаешь. Ну, давай, походи, давай. Боря, Боря, Боря! Боря, Боря! Боря, Боря! Федор Алексеевич, садитесь завтракать. Кать, мне некогда, спасибо. Ой, Федор Алексеевич, а вы не знаете, где улица Стартовая находится? Стартовая? Где-то, по-моему, в районе метро Бабушкинской. Ага. Подожди, тебе даже переодеться неужто. Ну да, вещи еще не высохли. Так, здесь недалеко есть магазин женской одежды. Дойдешь до кинотеатра, а там увидишь. Федор Алексеевич, я не могу. А все время ходить в моем халате можешь? Нет, я не возьму. Только ты дворами иди, хорошо? Так, ключи в прихожей. Все, пока. Федор Алексеевич! Федор Алексеевич! Алло, мам! Мам, привет, как дела? Хорошо. Мамуль, если Степа перезвонит, скажи, чтобы он мне позвонил по этому номеру через три часа. Все, давай, пока, пока, пока. Целуй, Даша, давай. Мамуль. 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 Поехали. Мы поработали, все выяснили. Вот адресок твоей девки, квартира на имя Зайца от Федора Алексеевича. Угу. Пацанов дать или сам справишься? Ну, дай пару малышей. Ну, тех, которые встречали. Лады. А Стасу передай, что за ним теперь должок. Будешь? Хорошо. Нет. Смотри. Ну, извините, пожалуйста, а вы не подскажете, как мне к Стартовой улице пойти? А что вам там нужно? Мне там нужна психиатрическая больница. Вы знаете, пойдете вот так вдоль домов, никуда только не поворачиваете, дойдете до Стартовой, перейдете на другую сторону и направо. Вы там увидите, будет белое трехэтажное здание, так там с горочки стоять. Угу. Вот тут и не избалите. Спасибо. У больной Потаповой неврастения, возникшая в результате истощения нервной системы от длительного стресса. Но ничего экстраординарного нет. Доктор, скажите, я могу увидеть Ларис Павловну? Да, конечно. Минутку. Приведите больную Потапову недельку, подлечим ее нейролептиками и отпустим домой. Дело в том, что Лариса Павловна сейчас не может вернуться домой. У нее дочка пытается квартиру отобрать. А-а-а. Вот откуда травмирующая ситуация. Кстати сказать, довольно часто встречающаяся. Дочь объявляет мать сумасшедшей, требует опекунства и спасибо, что сказали. Скорее всего, надо лечить не мать, а дочь. Все-таки нашла меня. Забери меня отсюда, пожалуйста. Успокойтесь, Лариса Павловна. Никто вас здесь держать не собирается. Подлечим и отпустим. Ну вот видите, все будет хорошо. А я вам гостинцев принесла. Правда? Да. Апельсины. Спасибо. Ну вот еще. Ой. А откуда у тебя деньги? Федор Алексеевич дал. Ой, Катька, смотри. Да вы что, он и в отце годится. Красиво. Красиво. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Пошли, квартиру прошарили быстро. Ну и где Катька Кононова? Кто? Катька Кононова где, а? Какая еще Катька? Я живу один. Ты что, не понял, где Катька Конова? Я тебе сейчас все мазки вышибу, ты мразь, а? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ну и что там, малыш, нашли? Борь, да нет здесь никакой записной книжки. Давай, ищите лучше. Да, хорошую у тебя открыл квартирку. И район ничего. Красиво? Да. Да пойми, ты мне не нужен. Мне нужна записная книжка. Вот такая вот кожаная. Отдашь — будешь жить. Один, как и жил. А Катьку я заберу с собой. А? А! Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо. Тихо, тихо. Степушка. Степушка, какая честная. Степочка. Здравствуйте, Катя. Катя, я майор Бажанов. У вас есть ключи от квартиры Федора Алексеевича Зайцева? Да, есть на что. Катя, в квартире бандиты, они тебя ищут. Катя, нам нужна ваша помощь. Вы сейчас войдете в квартиру. Майор, вы понимаете, это смертельно опасно. Я ее не пущу. Уставить. Серегин. Бронежилет. Катя, вы сейчас войдете. И спокойно, чтобы ничего бандиты не заподозрили, спросите, дома ли Федор Алексеевич. Хорошо. А дальше все сделаем мы. Хорошо. Я с тобой веду. Ты все запомнила? Как только спрашиваешь, Сразу в сторону. Сразу в сторону. Федор Алексеевич. Ждем. Да придет она, никуда не денется. Борь, глянь. А вот и она. Я перезвоню. Ты сиди тихо, не рыпайся. Понял? Понял о тебе говорю. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Федор Алексеевич, вы дома? Как accept이 Erin Степочка. Стоп. Степа, ты жив? Нормально? Мормально. Слуги поднимите! Мам! Мам! Ложи! Ноги! Ноги! Я же говорил, что буду рядом. Все хорошо. Боря, почему молчишь? Товарищ майор, что делать? Какие указания будут? Что делать? Что делать? Сматываться надо. Вот что делать. Сматываться. Сворачиваемся! Все, сворачиваемся! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 Следуя за ним. Федор Алексеевич, как вы? Нормально, Катя. Жить буду. Простите, что из-за меня так получилось. Да брось ты. Ладно, пойду на кухню мою. Катюша, ты просила? Да. Алло. Мам. Мамочка, ну не плачь. Мне Степа нажал, все в порядке. Мамочка, все хорошо. Я сейчас Степу трубку дам, ладно? Плачет. Здравствуйте, Марья. Не надо плакать, все самое страшное позади. Все хорошо. Алло, дядя Степа, когда приедет моя мама? Даша. Все хорошо, Даша. Скоро приедем, привезу твою маму. Она что, маленькая? Сама не может приехать? Объект свернул к дому Фельчикова. Станислав Иванович! Эй! Станислав Иванович! Чего ты приперёшься, а? А? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Золотой Фельдчиков в дом окружён! Ты навёл! Это не я! Ты! Это не я! Ты! Это не я! Ты, ты, ты! Клиниться, это не я! Станислав Иванович! Ты навёл! Станислав Иванович! Станислав Иванович, за что? Молодец, Катя. Очень ценная книжка. Товарищ генерал, скажите, а что теперь со мной будет? Сегодня под личность поручиться. Поедешь домой, где следствие по твоему делу будет вести Степан Серегин. Какое следствие? Я же не виновата ни в чем. Твою невиновность нужно доказать. Товарищ генерал, у меня к вам одна просьба. Можно меня сейчас домой не отправлять? Я должна помочь одной женщине. Она меня приютила, когда я на вокзале осталась без денег. Как ее зовут? Потапова Лариса Павловна. Она сейчас в психиатрической больнице на Стартовой. Ее туда дочка упрятала. Она хочет у нее квартиру отобрать. Ну хорошо, я поручу этим делом займутся. Все будет в порядке. До свидания, Геннадий Петрович. Спасибо вам большое. До свидания, Катя. Все будет хорошо. Гражданин Кирьянов, вы продолжаете утверждать, что ничего не знаете о разбойном нападении на квартиру Зайцева? Да, продолжаю. Ну что ж, опа. Товарищ капитан. Так, понятые, подойдите. Прошу обратить ваше внимание, что в верхнем ящике трюмо найден небольшой целлофановый пакет с порошком белого цвета. Стёпа. Стёпочка. Все хорошо. Все кончилось. Ну ты чего? Улыбнись. Холода тебе? Нет. Нет? Ты, я смотрю, за две недели совсем в Москве освоилась. Да ладно тебе. Каська! Зинка! Здорово! Ну ты как, мать? Не хорошо. Ой, здравствуйте, товарищ следователь. Настя. Что, опять гражданку на подсадку ведете? Да нет. Вместе едем. Вместе? Ишь ты. А в каком вагоне-то? В десятом. В десятом? Это в платкартном, что ли? Да у меня вон почти все купы пустые. Давайте, может, ко мне? Не знаю. Ну давайте, давайте, давайте. С бригадиром сама договорюсь. Эх, бригадир, бригадир, я тебя боюсь, а как увижу я тебя, заразу надерусь, а! Пока! Кулакова и Филечка всю его банду повязали. В Москве аресты и над. Так что? Работы предстоит много. Степ, все, хватит, прекрати. Я уж не могу про этих бандитов слышать. Еще чайку? Да. Зиночка, еще и, если можно, погорячей. Катюш, я была дура, что рассказала тебе про эту чертову записную книжку. Катюш, подожди, ну что ты так волнуешься? Сейчас приедем домой, нам нужно провести следственный эксперимент, покажешь, где и в каком месте ты находилась, когда Федор Фильчиков упал на нож. Ты мне сказал, что все закончилось. Катя, нам нужно провести доказательства твоей невиновности. Потом выступишь в суде свидетелем. Ты мне говорил, что ты меня любишь? Знаешь, ты меня защищал, как главного свидетеля, так что ли? Ях ты. Ой, что, поругали, что ли? Прям выскочил, чуть ног не сбил. Ну ничего, ничего, помиритесь. Милые броняцы только тешатся. Слушай, а он у тебя ничего такой? Ну, в смысле, надежный. Зину, иди, а! Зину, иди, а! О, а я пришла будить тебя. Да я готова, что ли. Подъезжаем. Слушай, а твой-то так всю ночь в тамбуре продымил. Уже подъезжаем? А, ну да. Ну, не буду вам мешать собираться. Я теперь что, в тюрьму? Ну, это крайняя мера пресечения. Значит, я сейчас поеду домой? Конечно, но сначала заедем в отделение, зарегистрируем твой приезд. Ну, до свидания, товарищ следователь. Желаю вам получить высокую государственную награду за поимку опасного преступника. Спасибо. До свидания. Счастливо. Счастливо тебе. Спасибо тебе, Зинутик. И смотри, чтобы больше в такие истории не попадало. Поняла? Товарищ следователь, вы берегите девушку-то. Пока. Счастливо. И больше, чтобы не ссориться. Счастливо. Здорово. Здорово. Спасибо. Товарищ старший лейтенант, товарищ старший лейтенант, звонили из Москвы, просили передать, что в среду приезжает полковник Полосков. Хорошо, спасибо. Заходи. Катя, подпиши здесь. Что это такое? Подписка, а не выезд. Степа, зачем это надо? Куда я сбегу? Катя, ну, пока ты находишься под следствиями, я должен по закону избрать для тебя меру пресечения, подписку а не выезд. Я свободна? Да. Подожди меня, я тебе давно довезу. Так и будешь за мной следить? Катя. Ой, мамыш, приехала! Мама, мамыш, когда я соскучилась? Здравствуй, как хорошо дома. Ой, слава богу, дома. Мама, мамочка, когда я соскучусь. Здравствуй. Здравствуй. Здравствуй, Даша. Даша, а где подарки? А подарки у нас в рюкзаке. Ой. Вот. Какая красивая. А что надо сказать, Даша? Спасибо. Не за что. Мария Петровна, вот это было. Ой, спасибо. Ну, хорошо. Я побежал. Хорошо. Степа. Посмотри, какая красота. Степа! Прости меня, пожалуйста. Ну, прости меня. Ну, я дура. Да, ну, прости меня. Вот ты меня прости, дурак. Вот я как дятел, повышал тебя. Даже не спросил, как ты, Маска. Это я, дурак. Прости. Хорошей весной в саду цветочки, И все лучше девушки весной. Встреча вечерочка, Милую в садочке, Сразу же и становится иной. Встреча вечерочка, Милую в садочке, Сразу же и становится иной. Милую в саду. Субтитры создавал DimaTorzok